начинать молитву, долго тянуть, на один выдох, долго тянуть и разделять ее на две части. Первая часть – один слог, вторая часть – второй слог. Допустим, Аллилу, в это время ты сильно слушаешь и копируешь их, а когда ты повторяешь «я», то ты мысленно славишь Господа, благодаришь Его и мысленно кланяешься, можно даже алтарю своей традиции. И, допустим, вы не христианин, не мусульманин, но вам нравится Аллилуйя. Можете повторять. Можете повторять не обязательно под православную музыку, можете повторять под другую какую-то духовную молитву. Но всегда нужна молитва, потому что ни молитва не связана с Богом. Если люди славят Бога, сразу же Господь это чувствует и входит в контакт с ними. И ты можешь получить связь с Ним через этот контакт. Как определить, что Бог вошел в контакт? Музыка вдохновляет. Вот люди поют, и тебе как «эээ, классно, мне нравится». Понятно? Если человек способен подчинить память себе, то он может преодолеть любые трудности судьбы, потому что у Бога нет проблем с нашей жизнью. Вот, допустим, нет, девушка не замужем, допустим. Но у Бога мужиков завались. Что, он не может ей найти? Он жмотится, что ли? Или что? Ему жалко? Почему он не находит? Вы ему обратились один раз, говорит, мне нужен мужик. В натуре. В чем дело? Сколько можно? Я уже пять лет одна. Почему он не находит? Потому что вы должны пройти путь определенный. Есть путь очищения сознания. Надо совершать аскезу в молитве. То есть ты славишь Господа и проходишь первую стадию спокойствия в сердце. Ты думаешь о своем замужестве, не просто всегда спокойствие, а вот конкретно по этому факту. Думаешь о своем замужестве. За кого? За кого нет еще вообще? И у тебя спокойно в сердце, что все будет хорошо. Поднимите руку, кто молится и чувствует, что нормально, спокойно по поводу замужества. Вот эта первая стадия уже прошла, значит. Вторая стадия. Ты молишься, и у тебя появляется знание, когда это произойдет, как произойдет. Ты чувствуешь, что вот так-то, так-то. Или появляется какой-то фраер на горизонте. Нарисовался кто-то там. Это вторая стадия. А третья стадия, он уже примагничивается, начинает общаться. Ты молишься, продолжаешь молиться. и уже знаешь, даже когда примерно он будет делать предложение. Мужчина, ничего, что я женщинам эти рассказываю, такие вещи. Нормально? Да? Да, и не может. Постепенно разберемся со всем вопросом. Итак, мы с вами говорим сейчас о молитве, как победе над судьбой. Не то, что ты попросила Бога, и сразу там тебе все прямо сразу метнутся, и тебе мужа дадут. То есть, есть путь определенный, который человек должен пройти. Надо платить цену за все всегда. Путь проходится постепенно. Каждый день должно быть молитвенное правило. Человек занимает определенное положение тела. Неподвижное положение тела. Выбирается в соответствии с возможностями человека. Допустим, один человек легко на коленях стоять. Значит, ему на коленях стоит. Если ему легко стоя возле стеночек, значит стоя. Если ему легко, допустим, позе алмаза, это с колен вниз садишься, значит так. Если поза бабочки, вот стопы вместе, колени в рот, значит так. Полу-лотос, это когда одна нога сверху, другая снижу. Значит так. Но если ты просто на стульчике сидишь, значит это 30% успеха. Или ты по-турецки сидишь, ну это чуть побольше, там 40% успеха. Если ты статические упражнения не делаешь, значит концентрация колоссально ниже. Кроме того, когда статические упражнения человек делает, он еще взаимодействует со своей судьбой через очищение организма. И не просто он молится Бога, а еще и чистит себя через эти. Потому что первый слой взаимодействия наше с этим миром. У некоторых людей город не климатит. Или там людям, с людьми тяжело общаться. Или, допустим, тяжело себя заставить что-то делать. Это первый слой. Как? Что получать? Да, вот хотели бы вы получать такую молитву, чтобы прочищали сразу слои вместе с судьбой. Вот, допустим, второй слой чистится, эмоции человека чистятся. Все эмоциональные проблемы его в жизни решаются через второй слой. Третий слой чистит мысли, чистится, и мысленные связи с людьми чистятся. Четвертый слой чистится настроение и все, что с плохим настроением, когда на тебя влияет, перестает влиять. Пятый слой чистится, связь со злыми духами пропадает и восстанавливается божественная связь у тебя на пятом слое. Это надо 65 минут непрерывно. Да. 13 минут один слой, 13 на 5 65 получает. Ну вот те положения, которые я перечислил, потому что есть еще более быстрая чистка, но я их не советую, потому что вы не готовы к этому. Можно на голове стоять даже молиться, это за где-то чуть больше полутора минут слой будет, но это очень опасно даже для здоровья. Можно кверх ногами висеть там на инверсионном столе и 3 с половиной минуты тогда будет один слой чиститься. Можно на шее позу березки делать за 8 минут слой, но это не надо делать, это очень сложно. Да, есть облегченные положения тела, например, ты сидишь на диванчике, на спину облокотился, сел на бабочку, у тебя ноги вот так мягко в диванчик вошли, вот, и сидишь. И у тебя, допустим, вот у вас на 25-й минуте в конце второго слоя сильный блок, значит, на 23-й минуте где-то начнет все затекать, а к 26-й минуте у вас появится такое, блин, я больше не могу, у меня все нафиг затекло. А? В это время, да? Вот, а что надо делать? Надо применить еврейские крови Олега Геннадьевича для того, чтобы побеждать судьбу в этом случае. Вы раз, вот так вот, по-турецки садитесь на 10 секунд, вам легче становится, и потом раз, опять в бабочку, и у вас чистка продолжается, но не на таком высоком уровне, вам, а если вы меняете позу, чистка заново начинается, вы не идете дальше, просто и все. Ну, как, что значит издергался, то есть, если вы, ну да, ну ничего страшного, чуть-чуть там дергаетесь, но вы стоите. Очень важно, как если человек стоя выбирает положение, это положение тела опасно для жизни, потому что, когда на третий слой человек доходит, это примерно 30 минут, там на статическое напряжение в сосудах вызывает жар сильный в теле, сильное снижение давления. если у человека на третьем слое блок, то он такой и он даже не заметит, как пол встанет и стукнет по лбу. Он прям видит, как пол встает, так. Вот такая ситуация жизни. Особенно опасно стоять с закрытыми глазами. Человек стоит с закрытыми глазами и он только глаза открывает, а пол уже рядом. И он так вот такой эффект неожиданности. Мы, допустим, в Москве проводим ретриты, там, допустим, 400 человек. Я всех предупреждаю, говорю, пожалуйста, не вставайте, если вы ни разу не делали. Когда встаете, сильно отодвигайте ноги от стены, к стене прижимайтесь. Некоторые люди не делают этого. Не обязательно один или два человека там во время ретрита грохот такой, падают просто. Они такие смелые, короче, одна женщина так упала, встает, я говорю, нельзя вставать, садитесь, нельзя. Она встает такая и опять падает через 5 секунд уже. Ее раз подхватили, посадили, короче, Сеня начала молиться. Давайте поизучаем эти положения тела. Они все такие очень глубокие, они очень пользы много приносят. Кто хочет показывать, кто у нас будет моделью? Есть модели какие-то у нас? Что, нету в Хабаровске ни одной модели? Но модели-то значит худенький человек такой, стройненький. вы моделью быть? Да? На костылях нет? То есть есть модели у нас? Вот молодой человек выходит, давайте. Все, давайте. Спасибо ему, да. Вставайте к стеночке, к стеночке. Не надо, не надо снимать ничего, нормально. Вставайте вот здесь на сцену прям заходите. Вот вставайте к стеночке. Вот. Это первое положение тела. надо отодвинуть ноги еще подальше. Прям от стены еще-еще подальше. И прямо к стене прижаться. Вот так вот. Да, вот так вот так встать, вот так. Это называется облегченное положение стоя. Чистка идет не на полную силу, но это положение тела, оно гарантирует, что у вас не будет фингала после этой чистки. Когда если вы падаете в оморок, то вы просто сползаете по стеночке и все. и можно, да, прижать, но не обязательно. Можно креститься в это время, допустим, руки не мешают, то есть статика не нарушается, когда человек крестится. Но болтать вот так головой не надо, но посмотреть куда-то можно, это не проблема, это не нарушает статика. Главное, чтобы спина и ноги не двигались. 13 минут чистится один слой. Это положение тела является ключевым положением в принятии судьбы. Вот если человек хочет принять судьбу, то он стоит. Понятно? Есть, да. Вот, он стоит. и положение стоя вырабатывает терпение у человека. Но принятие судьбы означает терпение. Человек не нервничает, не злится, это признак принятия судьбы. Он как бы принял пулю на вздохе, чтобы солнце зашло на востоке. Ну, то есть принятие судьбы, человек смело к судьбе относится, держит удар судьбы. Если человек так долго делает, вот так, у него уже блоки все прочистились более-менее, он может стоять возле стеночки, стоять отодвинувшись от нее. Это уже не облегченное положение стоя, это уже такое сильное положение стоя, сильная чистка идет, и если болтать начинает, раз к стене прижался, легче стало, опять отодвинулся. Но это на следующих уже этапах, через месяц, два, три вот состояния. Вот такую практику стоя надо делать для начинающих раз в три дня. для тех, кто уже продвинут раз в два дня. А если вы хотите каждый день делать статические упражнения, тоже хорошо, но тогда в этом случае надо чередовать одно положение с другим, не одно и то же делать каждый день. Итак, допустим, вы смогли простоять сначала 13 минут. Лучше всего заканчивать четко на конце слоя. 13 минут научились стоять, дальше себя заряжаете на 26 уже минут. 26 научились, заряжайте на 39 себя. 39 научились, заряжайте на 52 минуты. 52 научились, заряжайте на 65. 65 научились, все, дальше ничего не надо, потому что это полный цикл. если вы дольше стоите, опять заново чистка начинается и просто переутомление организма. Нет смысла. Понятно, да? А? Ну, переутомление, да, если так вот. Солдаты иногда часовые стоят. Вот, следующее положение тела, но вы же стоите не двигаясь, вы там болтаете ногами, там, то на одну ногу, то на другую, так ведь? Это уже возле мавзолея, там, да, возле памятников. А? На знамёнок, когда нельзя, да? На коленях теперь второе положение тела. Лучше, наверное, снять кроссовочки. На коленях, вот. Нет, это алмаз. Встаньте с алмаза, вот так. Вот, на колени прямо. На колени. Да, вот так, и вытянуть стопы можно. Вытянуть стопы. Вытяните, вытяните. Ну, как ножки, как балерина. Носочки прямые. А, всё, вот так, всё, вот это на колени. Вот, на колени. Значит, блоки. Каждое положение тела прочищает свои блоки. Можно в одном легко стоять, а в другом тяжело. Значит, там у тебя зона лечения. Положение на коленях, оно даёт принятие судьбы. Принимает судьбу. Не терпение, а уже следующий этап. Вот, допустим, когда ты принимаешь судьбу, свою жену, допустим, стоя, ты можешь её терпеть. А когда ты на коленях, это следующий этап принятия, это когда ты уже её настолько принял, что тебе даже терпеть не надо. Тебе нормально. Она там эмоции, там, что-то вяжет, а ты спокойно как бы. Вот у меня пожаловался один молодой человек, говорит, я не могу принимать судьбу, я уже измотался и так молюсь Исаак. Что мне делать, я говорю, на колени. Он на коленях начал практику повторять. Вообще за несколько месяцев принял жену, вообще пофиг, всё нормально. В Абдаде всё спокойно вообще. Нормально, спокойно наладились отношения, потому что он и мои эмоции выдерживаются без проблем вообще. Вот положение тела такое. Когда человек стоит прямо, у него статическое напряжение, лечится в основном верхней части тела. Голова, шея. Когда человек на коленях стоит, то это средняя часть позвоночника лечения идёт. Следующее положение тела, это вот теперь вниз садитесь, как вы сели. Так, прям боком, да. Вот так вот. Это называется поза алмаза. То же самое, 13 минут один слой, доводить до 65 минут. Поза алмаза это положение очень сильное, тяжёлое и продвинутое. Оно предназначено для выдавливания судьбы из твоей жизни. Например, такой случай реальный, который произошёл с моим слушателем лекции, который в позе алмаза практиковал молитву. К нему пришла налоговая, ну как позвонила налоговая, мы к вам придём в фирму вашу проверять завтра. Он такой, блин, сел как с утра поза алмаза на 5 слоёв и они не пришли. Выдавил просто судьбу, не дал им прийти просто. Потом на следующий день опять, и так они не пришли к нему, они говорят, что-то мы не можем к тебе добраться. Он такой, не доберётесь. опять в позе алмаза и опять их выдавливает, не даёт. Или начальник хочет подойти тебя уволить, а ты в позе алмаза и он не может подойти, потому что ты ему не пускаешь. То есть эта поза, положение тела не пускает судьбу просто, не даёт ей тебя мучить. Жена говорит, я от тебя ухожу. Поза алмаза так. И на 5 слоёв и она не может уйти. Хочет, но не может, не пускает. Классное положение тела. Но в нём сидеть очень сложно. Есть облегчённая поза алмаза. Давайте вернёмся к предыдущему на коленях. Встаньте. Да, вот если, допустим, вы на коленях чувствуете сильную перегрузку, то тогда вы буквально на несколько секунд в положении кошечки. руки вперёд так раз. Просто не, не, ну просто вот чуть-чуть выискать и так прямо раз, вот так вот. И потом опять, и потом опять в это, так вот. На 10 секунд и продолжаете. И вы не выходите из положения тела. Это уже чистка не такая сильная будет, но по крайней мере вы сможете достоять до 65 минут. Это позволяет. Можно несколько так раз делать, два-три раза допустим, делать вот так. В позе алмаза, когда вы сидите, то облегчённая поза алмаза это когда вы между ног ставите подушечку, подушечку между ног и на неё садитесь. Как раз садитесь. Не обязательно ноги так сильно расставлять. Вот. Мешает вам этот, поближе сюда садитесь, а то мешает этот. Вот. Подушечка вот столько примерно у вас будет до ягодиц. Такое расстояние вы сидите легче уже переносить. Если вы на диване ещё сидите, ещё ноги утопают, туда ещё легче делать статику. Это облегчённая статика. Это уже вам будет помогать переносить тяготы и лишения воинской службы. правило такое. Начинайте с тех упражнений, которые делать легко. Заканчиваем теми, которые делать тяжело. Начинайте делать статику, потом всё наладится, колени будут пускать. Вот. Когда в позе алмаза чувствуете всё затекло, тяжело, невыносимо, то чуть-чуть приподнимаетесь и руками о пол. Раз. Вот так вот. Ну, встаньте, можете встать, посмотреть. Вот. Вот так. Вот так. И потом опять садитесь в позе алмаза. А? 10 секунд, не больше. Вот так можно. Любые положения, 13 минут в слой, 65 минут всего. Вот всё, что показываю, одно и то же. Вот. Но ты стоя простоял 65, тебе достаточно. Всё, больше не надо ни в какой позе. На другой раз, значит, у тебя будет не на 5 слоев чистка, а на 3. Но надо как? Ты облегчился и опять садишься. Можно же отдыхать и дальше продолжать. Свои молитвы. Мы сейчас про молитвы позже поговорим. Да, пробьёте, будет легче. Вот, допустим, вы до 30 минуты дошли, нашёл, начался 26 минут, начался третий слой. Вам всё хуже, 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 потом легче не становится, значит, вы не пробили блок. То есть, вам чем дальше, тем хуже. Значит, вы просто облегчаете себе жить и на более низком уровне чистите дальше. А если вы просидели, тяжело-тяжело, потом раз, легче, резко стало, значит, вы пробили блок. Значит, всё, у вас начинается чистка этого блока, лечение. Следующее положение тела тела, это поза бабочки. Надо сесть вперёд к ним, к людям, и стопы вместе, колени врозь, там есть два варианта, или очень колени очень низко, или не очень низко, можно руками за ноги держаться, можно не держаться, поза бабочки вот такая. Это самое лёгкое положение тела. Его можно делать на диванчике, спиной прислонившись к диванчику и тогда, если вы, допустим, чувствуете очень тяжело, вы можете стопы вместе сделать, то есть сделать по-турецки сесть на время, на там, на 10 секунд, и опять в позу бабочки потом. И это не нарушает чистку, то есть лучше не менять положение тела, продолжать то же самое положение тела, просто не прерываться, дальше идёшь, чуть прервался и дальше идёшь, тогда чистка продолжается, всё нормально. Поза бабочки она предназначена для многих вещей. Вот если вы всех задолбали, допустим, поза бабочки, если у вас бесплодие, поза бабочки, если вы бросаетесь на жену, поза бабочки, если у вас, допустим, болезненные месячные, поза бабочки, если у вас надо лечить нижнюю часть тела, болезни там внизу, поза бабочки, то есть поза алмаза лечит от поясницы и ниже, поза бабочки вообще всю нижние органы лечит, поэтому это очень полезное упражнение, особенно для женщин, позу бабочки можно делать на любой стадии беременности, и она помогает рожать ещё для суставов хорошо, для всего хорошо, но хорошо, если она тебе ты делаешь и тебе не больно. Может она не будет ровной при этом упражнении, только у высоких людей она ровная, если низкая она чуть полусогнутая. Запомнили позу бабочки, поняли для чего? Как выходить поняли по-турецки, потом назад опять. Теперь следующее положение полу-лотос. Одна нога сверху, другая снизу. Это положение тела увеличивает концентрацию внимания. Если у тебя память страдает, ты не можешь думать о Боге, тогда это положение тела самое эффективное. Оно увеличивает возможность помнить концентрацию внимания. Причем есть эмоциональная память, а есть волевая. Если тебя эмоции глушат, тогда надо, чтобы левая нога была сверху. Вот эмоции глушат, левая нога сверху. В основном для женщин хорошо. Если воли не хватает, силы воли не хватает, правая нога сверху. Или беспокойство, суета в уме. Правая нога сверху значит. Концентрация возрастает. Есть еще полный лотос, но это для продвинутых уже, тех людей, которые могут себе позволить ноги заплетать вот так. Это означает, что человек тренированный. он ех да, ех вот. Еще больше концентрация внимания увеличивается. Когда ты делаешь статику вот с этим упражнением, ноги переменять не надо. У тебя правая нога значит 65 минут правая, если левая, то 65 минут левая. Если ты делаешь каждый день это упражнение, то меняй ноги. Один день эту нога, другой день эта нога. Отдыхать просто по-турецки сел, если допустим блок не можешь пробить, по-турецки сел, раз, 10 секунд и опять назад потом. И тогда не прерывается, вы продолжаете чистку. И последнее упражнение это облегченная скрученная поза. Надо просто ногу вот так сделать за бедро. Ага, вот так вот. сидеть вот так вот. Это тоже несложное положение тела. Это облегченная скрученная поза. Тоже отдыхать просто по-турецки сел, потом опять назад. Руки куда хочешь, молишься, она не имеет значения. Вот. И во время облегченной скрученной позы, то ты как бы получаешь способность делать так, чтобы тебя не замечали. Вот допустим, если вы в офисе работаете, там все долбят, там, или не хотите, чтобы сильно люди приставали, вас замучили все, вот в таком положении читаете, весь день никто вас не тронет. Просто человека не хочется замечать, если он становится незаметным. Одиноким женщинам не рекомендуется. замужним можно. А Можно, да. Да. Все, спасибо большое. Похлопаем. Спасибо. Теперь я буду показывать. Есть комбинации пальцев, которые помогают побеждать судьбу. Вот это я это большой палец. Я это большой палец. Понятно? Yes! Так, я! Значит, мне нравится. Мне нравится. Вот. Первая комбинация пальцев. Указательный палец это моя воля. Способность побеждать, преодолевать трудности. Соединяю большой палец с указательным. Это мудро для побед над судьбой. Усиление воли. На двух руках всегда надо делать одинаково. Если вы четки в одной держите, то другой делайте как любую. Но если вы хотите, там у вас допустим слишком много еврейской крови, и вы там одной одна мудра, на другой другая, то тогда так не надо делать. Это неправильно. На каждой мудре одна и тоже на каждой руке одна и та же мудра. Следующее увеличивается способность концентрироваться, побеждать судьбу, волевой фактор усиливается, воля к победе даешь. Понятно? Дальше средний палец с большим увеличивается выносливость. Человек, допустим, устал, я не могу, молитву, у меня нет сил. Тогда раз большой со средним и так сразу силы появились. Да, если, допустим, воли нет, раз большой, воля есть, что-то устала, раз средний такая. Вот. Понятно? Но все время вот я, допустим, средний вот так делаю, потому что вас много, я один, мне сил на вас, на всех не хватает во время молитвенных ретритов. Когда в следующий раз приеду, мы сделаем ретрит молитвенный. Будем целый час повторять молитву, этого настройка будет. Вот так вот. Вот. Когда человек не чувствует уверенности, он первый раз молится, он ничего не понимает, как у него это может получиться вообще. Что мне делать? Тогда большое с безымянным. Уверенность появляется. Понятно? Если человек там повторяет что-то Аллилуйя. Ну, то есть у него с голосом проблемы, тогда большое с мизинцем или память страдает он. Аллилуйя, аллилуйя, алхамдули. Что я повторял то до этого? Вот. Память, допустим, страдает, тогда большое с мизинцем. Память и звук улучшаются. Понятно? если хочешь больше, меньше сил, но больше возможностей, тогда указательный со средним соединяется. Воля и сила сразу. Это уже знаете такой вид крещения есть. Вот. Или безымянный с мизинцем соединяется. Сразу у тебя уверенность и концентрация внимания. Да? Вот запомни, вот эти пальцы два вместе соединяются и вот эти два вместе соединяются. Вот эти два вместе не соединяются. И вот эти два вместе не соединяются. Например, вот так делать не надо. Такое мудро нет. Вот эти два. Ну, это воля, это сила. Воля и сила вместе. Это уверенность и концентрация. Вот. Это чисто еврейский вопрос. Все вместе сразу нельзя, потому что энергия не выходит. Понятно? Это мне этот вопрос понятен тоже. У меня тоже еврейский кровь. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Другой рукой делаешь мудрый. Есть еще один вид мудрый. Это чисто для тех людей. Это индивидуально такая мудра, очень специфичная. Если ты всех задолбал вообще вокруг, то вот такая мудра. Вот такая. Руки вместе. Вот так. Смирение. Мудра смирения назначает. Господи. Дай мне, пожалуйста, тонкую талию, толстый кошелек. Только смотри, не перепутай. Тебе скажут, как узнать. Люди я думаю, тебе скажут. Никто не говорит, значит, не задолбал. А? Ну, если тебе без разницы, что они говорят, они будут сильнее говорить. Если тебя еще без разницы, еще сильнее будут. Потом они будут орать. и когда они орут, ты думаешь, что они все орут. Это значит, что ты всех задолбал. Тогда вот так делаешь вот так делаешь. Ты начал повторять от души прямо хорошо. Это вторая стадия. Вот когда ты от души начал повторять, то жди третьей стадии. Третья стадия возникает неожиданно, вот сердце открывается так. Так вау. И когда сердце открывается, и сердце резко начинает счастье идти. Хорошо человек установится. И он в этот момент забывает, что он молится. И это испытание. Счастье является испытанием. Поэтому не надо ловить зайчики своего постижения истины там во время молитвы счастья. Это все отвлекает от погружения в концентрацию. И молитва срывается от этого. Если ты задумался об истине, то все, ты потерял молитву. Во время молитвы надо задумываться о прославлении Господа и слиянии с теми, кто молится. Вот две вещи тебе надо помнить. А больше ничего не надо. Не дай Бог тебе вообще начать когда до свидания молитва полностью. А? Да, лезет, а ты убирай. Да, вот оно будет лезть однозначно. Да, постепенно лучше становится. А? Это есть судьба. Потом, когда у вас счастье прошло, этап счастья, следующий этап, это этап как раз соединения с судьбой. В этот момент очень сильный поток шквал мыслей такое сердце начинает выходить. И человек вообще забывает даже, что он молится. Он начинает просто думать о чем-то и все потом оп все обнаруживши он оказывается молится. Это значит вы уже дошли до судьбы. И в это время сильно слушайте тех кто молится сильно соединяйтесь с ними и сильно прославляйте ваших мыслей начинает слабеть 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 и океан страданий превращается в очень маленькую лужицу. Вот оно уменьшается это не за день произойдет постепенно постепенно ваши мысли перестают вас волновать. Значит вы усмиряете успокаиваете судьбу свою. И это будет первая стадия побед над судьбой. Когда в сердце штиль спокойствия. Вторая стадия побед над судьбой уже не стадии концентрации пошли а стадии побед над судьбой. Стадии концентрации какие еще раз повторим. Первая стадия опора и опираясь на тех кто молится. Вторая стадия от сердца у меня в сердце пришел звук. Потом третья стадия открытия сердца. Потом четвертая стадия мысли. И ты если их победил то дальше ты уже борешься с судьбой непосредственно. между стадией от сердца и стадией открытия сердца есть одна прослойка. И эта прослойка называется защита сердца. Знаете чем сердце защищено у нас? Судьба знаете какой силой защищена? Чтоб не пускать туда нас. Эта сила называется сон. Поэтому когда человек в молитву погружается он может так Аллилуйя И все резко отрубается. Это означает что он не прошел эту стадию защиты. Между от сердца когда начал повторять и вот открытием сердца там прослойка есть сон. И в это время надо знать если сердце открылось дальше очень внимательно слушай. Сон побеждается только сильным слушанием и сильным повторением. Особенно ошибка большая когда люди пытаются повторять про себя не вслух. Эти люди не включают разум и значит они не могут победить судьбу. Ум находится судьба в уме ты в уме повторяешь и судьба в уме все у тебя нет шансов. Звук включает разум нужно в звуке повторять еще лучше повторять в звуке таком сильном достаточно может быть не истерично сильном звуке надо повторять. Если нет возможности то можно шепотом там люди спят там еще что-то можно шепотом но про себя нельзя. Да? Зевание это значит что это как зона сна тоже. Это значит что ты плохо слушаешь есть две ошибки повторения они связаны с принятием энергии и отдачей если страдает принятие энергии ты плохо слушаешь значит у тебя будет зевание или сон если ты плохо отдаешь значит у тебя начинается истеричное счастье такое слезы текут там и ты думаешь что дошел до духовного транса просто ты не отдаешь молитву ты аллилуйя вот в это время надо славить господа его благодарить и тогда ты успокоишься правильная молитва означает ты сильно слушаешь тебя входит и потом ты на отдаче выходит энергия входит и выходит идет через себя поток и спокойствие в сердце не то что ты там не путайте духовный транс с этими состояниями когда энергия задерживается человек накапливается начинается истерика всегда ничего общего она с духовным трансом не имеет это просто человек неправильно энергии движется в организме понятно я вам какие-то рассказал вещи которые человеку нужно знать как лучше концентрироваться если вы уже отработана какая-то техника и у вас память хорошая на боге можете так не делать вы и так хорошо допустим помните о боге можете так не делать сейчас я вам расскажу как молиться за близких как помогать родственникам как побеждать какую-то ситуацию всегда одинаково вы ну господу в сердце говорите как говорите вы что я хочу помолиться за мужа там или за то чтобы меня не выгнали с работы или за то чтобы замуж выйти ну за все угодно хочу вот за это помолиться как надо говорить а надо говорить знаете вот так я хочу замуж очень сильно надо говорить потому что бог уже старый он вечный может склероз у него кто его знает он может не услышит о нас много же людей надо всех перекричать шутка бог находится прямо в сердце он все слышит все он не старый он вечно юный он весь все помнит поэтому скажите просто хочу замуж своими словами никаких специальных как бы формул заклинаний нет просто вот хочу замуж все он услышал он понял 10 раз повторять не надо он не дурак не тупой не склеротик вот все услышал все понял понятно да и теперь дальше вы всю молитву просто славите бога его благодарите не надо намекать ему в памяти там ты слой ты понял не забыл понимаешь да для этого я да вот не надо теперь если важно еще понять что сама молитва это молитва предназначенная для усиления отношений с богом и как вот получается так что нам помогает господь потому что он не жмот вот ты богу служишь ему отдаешь свои силы а он тебе помогает если тебе надо это мешает вере или нет вот если ты ничего для себя не просишь и молишься ему или что-то попросил меня мешает вере или нет наоборот помогает потому что люди которые никогда с богом не сталкивались ничего не знают он попросил и раз тут блин сразу все получилось а господь так может делать он чтобы веру усилить он может сразу даже тебе дать ты начал только молиться первый раз попросил что-то хочу пирожное пожалуйста хочу мороженое пожалуйста хочу сказать это вопрос пожалуйста ну то есть что хочешь он тебе даст сразу если он захочет мысленно именно мысленно надо да он слышит и мысли и слова для него нет разницы понятно и всю молитву славишь господа но здесь есть одна проблема если всю молитву ты постоянно о себе вспоминаешь то он сердце не зайдет потому что он заходит в сердце свободное от твоей памяти о себе вот ты думаешь о нем славишь его слушаешь тех кто молится забываешься и в это время он в эту секунду быстро на низком тарте быстро тебе чтобы помочь заходит сердце там все менять но если ты не даешь ему такого времени то есть все время о себе думаешь он не может зайти тогда молитва неэффективна бывает люди на таком уровне находятся уже продвинутые когда люди помолились хорошо у них это не всем пожалуйста все так не надо делать продвинутые люди знают они получили знание что бог сам лучше знает как надо и у тебя есть два выбора допустим или замуж или не замуж и ты очень веришь богу вот любое решение ты от него принимаешь это не искусственная вещь и ты говоришь богу вот мне замуж или не замуж реши сам сделай так как правильно а не так как я хочу и начинаешь молиться и эта молитва считается выше потому что мы богу даем выбор и ему нравится больше когда мы даем его выбор потому что он лучше знает как нам надо часто мы не знаем как нам надо такая такой вид просьбы тоже подходит теперь допустим есть один момент который все должны знать хоть ты возвышенный святой хоть невозвышенный святой хоть ты трансценденталист хоть ты считаешь себя уже ты на стадии любви к богу там и так далее кем бы ты ни был если у тебя уходит из жизни родственник ты должен за него молиться потому что если ты за него молиться не будешь то банально уйдешь из жизни за тебя никто не будет молиться бог тебе не даст такой возможности когда уходит из жизни родственник то есть три состояния которые возникают у человека в сердце первое состояние как будто камень на сердце вешают и тянет вниз это значит родственник идет в ад если вы за него не будете молиться то ваша жизнь тоже будет тянуться вниз вы будете как проклятый вы будете наказаны вот такой тяжелой судьбой обычно это очень гнетущее чувство такое и надо вложиться не бояться что тебя тянет вниз камень на сердце надо постараться и когда человек помнит о боге это говорит это для моего вот этого ушедшего родственника и он молится обычно за 3-4-5 месяцев камень постепенно отпускает и приходит первый круг судьбы спокойствие молиться не надо останавливаться надо продолжать молиться и опять тяжело становится по поводу этого человека но уже связь с ним ты начинаешь его чувствовать этого человека на втором круге прочищаешь светлую память вырабатываешь становится хорошо не останавливайся на третий круг выходи молись дальше за него и доходи до ощущения легкости в сердце и ощущения что все не надо молиться и в этот момент когда ты уже чувствуешь что ты себя заставляешь, вроде все хорошо, то молиться дальше не надо. И он, после того, как вы закончите молиться, скорее всего, придет к вам во сне радостный, счастливый и помажет ручкой и скажет спасибо. У кого так произошло, поднимите руку. Вот один человек. А? С мамой так было. Вот это хорошо. Это значит, что вы выполнили свой долг перед родственником и вы получите награды от Бога потом. Потому что кроме вас за него молиться некому было. Вот в этом причина, да. Если родственник не сильно близкий, ты, как всегда, был чужим, ты молишься и ничего не чувствуешь. Значит, у тебя нет с ним связи. Но можно за него все равно помолиться какое-то время, поставить точку. Но если у тебя была связь, была любовь с ним, то тогда ты будешь все это чувствовать. Второй вид ощущений, это сильный жар в сердце, чувство разлуки такое, чувство разлуки сильное. Это значит, что этот родственник, скорее всего, родится на средних планетах или на Земле, или где-то на других средних планетах. И молиться за него легче, но все равно надо пройти эти стадии. Сначала спокойствие в сердце, потом чистая память и потом легкость в сердце. И если ты, как бы, родственник ушел из жизни, ты чувствуешь разлуку с ним, но от него благодать идет и светлая такая память, как он светлую жизнь прожил, значит, он идет в рай, пошел в рай. И за него молиться не надо. Он сам будет твоим ангелом-хранителем. Есть люди, у которых в роду есть родственники, которые очень сильно свято жили, и эти люди благословлены, потому что они сами в прошлых жизнях сильно молились, и люди такие получают, рождаются в роду, в котором у них есть ангел-хранитель. Не у всех людей есть ангел-хранитель. Вот у женщины вот есть в роду. Да, у вас есть, да. У вас, я могу вам примерно линию сказать. Это мать, у вашей матери отец. То есть, ваш дед. Потом после него идет его дед. И после него идет его дед. Вот этот вот дальше дед, вот этот следующий. Он, скорее всего, был таким человеком, который очень много молился и занимался духовной практикой, он сейчас в раю и вам помогает в жизни и поэтому вы чувствуете иногда какую-то поддержку свыше вам чувствуете помощь какую-то это от него идет, от этого родственника и у вашей дочки тоже это есть через вас тоже это ее род получается у нее тоже есть ангел-хранитель понятно? такое бывает тоже и поэтому очень важно молиться за своих близких, потому что Бог награждает вот потом людей такими вот возможностями жить и под защитой когда мы своих не бросаем как раз это модно говорить вот, то человек под защитой становится он защищен когда человек совершает молитву и славит Господа важно не отвлекаться на события не на какие постоянно думать славить Господа и на этом концентрируется постепенно в сердце может появиться чувство доброты ко всему живому к людям доброта это сознание Бога не мое сознание если человек начал чувствовать из сердца доброту или любовь ко всему живому это значит, что Бог уже начал себя проявлять как личность потому что он обычно не показывается в сердце он проявляется в виде радости счастья, которые мы испытываем осмысление жизни но это не личностное его проявление а личностное проявление это когда ты неожиданно стал добрым вот ты никогда добрым не был а тут друг таким добрым стал ко всем и у тебя даже на события жизни нет реакции такой злой это уже сознание Бога человек должен научиться жить в сознании Бога не в своем сознании когда мы живем в своем сознании это карма действует когда человек живет в сознании Бога карма не действует или действует слабее в зависимости от того насколько ты в его сознании живешь поэтому доброта это является необыкновенным необычным сознанием состоянием в жизни человека более высоким чем обычные состояния, другие какие-то. Понятно? Да? Можно сейчас помолиться, пройти эти стадии, отработать свою судьбу, отдать свой долг родственникам. Даже те, которые пьянствовали, плохо жили, тоже за них. У меня один родственник, он пил все время. И я с молодости сказал, я буду за тебя молиться. Он говорит, молись, все равно будешь пить вместе со мной потом. Я начал молиться за него. Прошло много лет, он не менял свое понимание вещей, и Бог подарил милость мне. И ему. Он получил такую болезнь, которая не давала ему пить. Он пьет и вырывает. Он перестал пить. И три года перед уходом из жизни он не пил. Видно, он вроде бы раскаивался там, но вроде бы, похоже, не слишком сильно, потому что, когда он ушел из жизни, то пришли слуги ада и потянули его в ад. Ну, это я вам рассказываю, что я видел. Я не видел это все ярко там, в картинках, какие рога у них цветом были, допустим. Ну, я чувствовал, что это слуги ада, и чувствовал, что у них вот эта аббреватура вот эта вся есть, как бы. Они с рожками, с такими. Но я понял, что они не такие злые, как мы, как бы, к ним относимся, потому что их правитель, он является очень святым, возвышенным святым. Ну, вот представьте, у святого человека могут быть плохие слуги. Нет. Черки, они просто... У них такой антураж. Они просто так выглядят, чтобы запугивать грешников. У них там есть цепи, там вот это все, рога такой, свирепый вид такой. Это просто, ну, это... Для служебных обязанностей. Иполнение служебных обязанностей. А? Униформа, да. Вот. А так они нормальные, как бы... А? Ну да, они поэтому, да, приходится быть строгими, там всех гонять. Но сами они нормальные. Почему они нормальные? Потому что нормально реагировали на меня. То есть я молился за него. И когда я молился, то он шел все ниже, ниже, ниже. И я такой уже, как бы, много дней молюсь, и смотрю, все ниже. И я их спрашиваю, а что за базар? Почему, как бы, не помогает молитва? Что за ерунда? Ну, я, естественно, в уме спрашиваю их. Они мне сразу отвечают, вообще. Как будто они меня сто лет знают. Они говорят мне, мысленно тоже, через мои мысли передают мне. Говорят, а он не раскаялся. И его молитва, она скапливается возле него, твоя молитва, но в него не заходит. Потому что заходить молитва может только в того, кто ее принимает, кто раскаянно. Если ему ничего не надо, ему все пофиг, тогда она не заходит. Я говорю, а что теперь делать? Он говорит, ну, жди, может быть, он раскается в какой-то момент. Они мне сказали, чем ближе к аду, тем страшнее становится. Я думаю, ну, ладно, посмотрим. И мы дальше начали двигаться вниз, и постепенно ад показался. Вот туда, куда мы шли, показался ад. И мне стало страшно. Я думаю, ну, нифига себе, как там жить вообще? Как это ужас. Как эта ужасная сила оттуда исходит. Ну, примерно такая же, как от фильмов, вот сейчас современные. Там с пистолетами ходят. Это оттуда фильмы готовят народ. Ну, чтобы они там привыкли, были знакомы с обстановкой. Вот, поэтому оттуда много фильмов сейчас идет, чтобы люди знакомились. И не было для них, чтобы неожиданностью. И он тоже увидел ад, и испугался сильно, и начал чесать репу. Задумываться, что что-то не так. И когда он понял, что он не так жил в этот момент, вся моя молитва многодневная зашла в него внутрь. И процессия остановилась сразу мгновенно. Я думаю, о, пошла жара, все отлично. Начал дальше молиться. Они постояли, постояли. И опять его вниз потянули резко. Я говорю, в чем дело опять? Он говорит, не волнуйся. Это просто у нас такое правило, что у нас... Мы как бы стояли, потому что ждали, если ты будешь дальше молиться за него. И когда ты уже перетянул ад, уже смог его отмолить, то мы его все равно туда потянули, потому что у них такое правило есть. Они должны показать человеку, чего он заслужил вообще. Я говорю, ну типа, вы ему покажете все. И он... Не, он говорит, не так, как ты думаешь. Он чуть-чуть попробует все. У нас реалити-шоу. Дегустация, да, квест. И как бы он там все попробовал, и потом из ада уже его освободили. Вот такая вот история. Ну, чтобы вам было интересно, я же все вижу, вы же не видите, вам интересно же. Так, да? Мультфильмы такие, да? Посмотреть. Какие у вас вопросы по молитве? Да? Что, наушников нет, что ли? В наушнике. Иначе вы будете вас перетягивать, память о себе будет. Мои хорошие, вы можете все, что угодно делать. Просто поймите, я этим занимаюсь 30 лет уже. Я знаю точно, как нужно делать для тех, которые вот... Люди, которые не могут помнить о Боге, если они будут фигней заниматься, то я тоже молился 15 лет сам, и у меня ничего не получилось. Я начал включать святого человека, вместе с ним молиться, на него концентрироваться, и пошла жара. Сразу же. У меня тут же пошел результат, и очень хороший. И я эту методику освоил, и начал дальше советовать другим. И многие люди вот отмечают, что у них сильные изменения происходят. Но на сайте есть вот эти разные мелодии, их можете включать, которые мы считаем сильно действуют. А вы можете добавлять сами, да? Каждый в своей мере можете молиться, это межконфессиональный клуб. Каждый в своей мере можете молиться, совместно. Больше того, у нас еще есть ретриты побед над судьбой онлайн. Знаете? Можно... Вот, допустим, если вы связаны с клубом Благость, вы можете узнать, когда ретрит, или на сайте у нас узнать, когда ретрит. И можете онлайн включиться и прямо с нами долбануть. Там три часа он проходит. Два с половиной, три часа. То есть сначала идет настройка, потом час, молитва, а потом разбор полетов. Лучше сначала за одного промолить, потом следующего, потом следующего. Самоубийцы. Можно ли молиться за самоубийц? Здесь есть ограничения определенные. Но молиться можно. Сейчас объясню как. Надо знать правила. Если вы во время молитвы думаете об этом человеке, то в вас зайдет дух. И вы можете сойти с ума. А если вы сказали за него и потом чисто славите Господа, то вообще проблем никаких нет. И вы можете этого человека спасти от формы привидения, в котором он находится. Лучше всего славить Господа, а не читать с молитвенника. Обозначить нужно свою мысль, что я благодарю тебя. Когда он чувствует благодарность, он тоже начинает помогать. Личные отношения надо с Богом устанавливать. Личные. Вот представьте, сидит царь, допустим, да. Вы ему читаете хорошие стихи там. Унылая пора, очей, очарование. Ему нравятся приятные стихи. И он такой, спасибо тебе большое. И потом дальше вы приходите и начинаете стихи про него ему читать. что он такой классный царь, такие хорошие, изысканные стихи. И он говорит, ну это круто. Он говорит, а как вас зовут вообще? Можно с вами познакомиться? Личные отношения с Богом надо устанавливать. Да, да. Да. Вот смотрите, если вы совершаете молитву каждый день, то вы делаете свое дело. Вот если вы делаете свое дело по отношению к Богу, то вы можете поставить свечку, принести записку, и это все будет помогать. Но если вы свое дело не делаете, приносите записку, ставите свечку, вот скажи, сказать вам честно, Богу пофиг на это, на все. Потому что ему не нравится, что вы свою работу сбагриваете на кого-то другого. И связи нет тоже. Все эти свечки через вас должны действовать. Все равно эти церковные служители не знают вашего близкого. У них нет связи, нет контакта. Ну хорошо, они там что-то сделают. Какое-то действие будет. Но эффект очень слабый, вот поверьте мне. Сильный эффект, когда человек сам вкладывает свои силы. Это то же самое, как человек готовит дома, как будто ему жена готовит, или он в ресторане ест. В ресторане тоже может быть вкусно. Но это не для тебя готовили, и ты не будешь есть, и все равно не то. А дома для тебя, если готовили, то очень вкусно. Понимаете разницу или нет? Вкусно, невкусно. Молитва тоже бывает вкусной и невкусной. Если вы с себя обязанности снимаете, но если вы помолились, чувствуете, не хватает сил, и тогда еще в храме, вот тогда будет очень круто. У меня был тяжелый период, я по 8 часов молился каждый день. И чувствовал, что я не побеждаю судьбу. Прямо не хватает сил. И когда уже я прямо отчаялся, я чувствую, 20 дней молился по 8 часов в день. Подряд 20 дней. Я чувствую, что все, я не могу победить. И тогда я пошел к священнику и сказал, пожалуйста, мне нужно организовать какое-то специальное служение. И как бы он сначала изучал все, выяснял. И когда он согласился, согласился мне провести такое служение, я от него вышел в алтарную комнату. И я послушал, услышал такой внутри себя звук такой. И этот звук вывел из меня все неблагоприятные симптомы, и я почувствовал, что все закончилось, все, проблема. А потом на следующий день опять чуть-чуть накопилось, но уже совсем не то. Даже не было этой процедуры. А просто я попросил, и возвышенная душа согласилась. И сразу Господь тут же исполнил его просьбу, его желание, этого священника. Такие священники бывают очень возвышенные. Я ощутил на себе вот это понимание, тогда до меня четко дошло. У меня в принципе было такое правило, что у Бога ничего вообще не просить. Молиться самому, славить и достигать результат. Но когда я не смог, и уже такой я раз, уже... И тогда я пошел просить, чтобы еще кто-то провели церемонию специально. И когда священник согласился, этого Богу было достаточно. Он тут же мне облегчил жизнь, и эта плохая судьба начала отступать. Поэтому, мои дорогие друзья, не надо перевешивать на других свои проблемы. Вот сами старайтесь, и Бог вам тоже поможет обязательно. Он любит трудолюбивых людей, а не сачков. Да? Один святой человек к нему подошел ученик и говорит, «Знаете, я когда молюсь, у меня мурашки по телу, волосы дыбом, слезы из глаз, такое состояние». «Что это?» Он говорит, «Не волнуйся, это скоро пройдет». Мои дорогие друзья, поверьте мне, вы не понимаете, что такое транс. Я сам прошел этот опыт. Я когда мне было 20 лет, я начал заниматься духовной практикой, у меня был эзотерический кружок, мы молились все вместе. И после молитвы собирались и рассказывали, сколько мы общались с Иисусом Христом, как часто мы Его видели. Мы каждый видели Иисуса Христа, с Ним общались, у нас у всех был транс, прям волосы дыбом вставали. Нет. А потом дальше я почитал Священное Писание и узнал, что есть такое понятие прелести. Если ты очень сильно хочешь транса, то обязательно будет. Но это не означает, что у тебя был контакт с Богом. Потому что контакт с Богом – это очень недешевая вещь. Но настолько недешевая, что, допустим, люди десятилетиями молятся в очень сильной аскезе, что получится получить свидание с Богом или почувствовать транс духовный. И они все равно не могут его почувствовать. Но я вот чувствовал с самого начала, много ощущений всяких прошел. А потом я себя осознал, что это был самообман. Я просто взаимодействовал с такими силами, которые меня дурили и вели не тем путем. И я в себе это диагностировал, понял, что не надо этого, всех трансов этих. Надо просто служить Богу честно, молиться Ему. И ничего от Него не хотеть, никакого духовного счастья, трансов там. Ничего не надо. Но поверьте мне, если человек действительно испытывает духовный транс, он никогда никому об этом не скажет. Точно так же, как человек, который сильно любит кого-то. Когда человек очень сильно любит… Вот, допустим, девушка приходит к маме и говорит, «Мамочка, я полюбила мальчика». Она говорит, ну, расскажи мне, как вот его любишь. И она рассказывает. И мама говорит, ну, это все несерьезно. И все, сколько она не приходит, она говорит, все несерьезно, и это несерьезно. И один раз девочка приходит, она такая бледная вся. И мама говорит, расскажи, пожалуйста, что с тобой происходит. Она говорит, мамочка, я не хочу. Это значит, что это все серьезно. Потому что, когда настоящие чувства у человека в сердце возникают, он никогда не будет их выплескивать из себя. Потому что это стыдно, это… Ну, понимаете, это невозможно просто. Настоящее все, оно настолько глубокое, что человек не будет никому об этом говорить. Да? Нужно даже. Дева Мария или мать Мария, да? Мария Магдалина есть, это супруга Марии есть, Дева Мария. Да, Богу нравится, когда Его спутников прославляют. Даже святых Его, когда прославляют, Ему очень нравится. Ему больше нравится даже, чем Его прославляют. Отлично. Но концентрация будет не такая сильная, как когда стоишь неподвижно или сидишь в какой-то позе. Когда человек идет, его молитва идет в дела. Вот когда человек идет, включается ум. И он молится, у него дела, он обдумывает, как ему жить, что делать. Когда молится, и параллельно идут мысли о своей жизни. И по-другому никак не получится. Когда человек не двигается, включается разум, память глубокая. И тогда ты можешь побеждать судьбу. Ну вот сказали, а потом вы славите Господа просто и все. Повторяйте Аллилуйя или Альхамдулили. Или слава тебе, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.